Вообще, вот, скажем, насколько я знаю, ислам – это такая миролюбивая вера, все об этом говорят. То есть, когда-то в Киеве еще я беседовал с одной девушкой, сидя на скамейке в ботаническом саду. И она говорила, вот, значит, мусульмане, они угнетают женщин и так далее, и так далее. А рядом с нами сидел такой взрослый мужчина, уже там около 60 лет, наверное, вот, очень такого интеллигентного вида, и сказал, а можно я вмешаюсь в ваш разговор? Говорит, я мусульманин, я, он, по-моему, из Ливана был или еще откуда-то, и говорит, я один из лучших специалистов по Корану в своей стране. И беседа завязалась. У меня даже был его телефон, но, к сожалению, я его потерял. Вот, человека звали Хасан, это я точно помню. Вот, и он рассказывал, я тоже задавал вопросы по поводу того, что же там терроризм и так далее, и так далее. Усамы Бен Ладен тогда еще был, значит, живой и у всех на слуху и так далее. Он говорит, слушай, знаешь, какая штука? Это просто бандиты. Это просто бандиты. К вере они настоящие, никакого отношения не имеют. Если вы их попросите процитировать что-нибудь из Корана, это сделать они не смогут. Разве что только то, что посчитали нужными их наставники, так сказать, снабдить их какой-то информацией. Вот они там 5-10 фраз будут знать, да? А на самом деле они ни Коран не читали, и на самом деле серьезной верой они не обладают. То есть они говорят, не путай бандитов с верующими людьми. То есть фактически вот эта маленькая горстка, так сказать, радикальных исламистов, так называемых, и террористов, они, получается, являются некой ложкой дегтя в бочке меда. То есть вот я недавно тоже себе подумал, вот если добавить ложку грязной воды в стакан с грязной водой, вода все равно тоже будет грязной. То есть по идее вера требует определенной чистоты, настоящей чистоты. Когда человек, например, идет грабить и убивать, и говорит, это я все делаю во славу Божию, то я боюсь, что это вряд ли можно такого человека назвать верующим человеком. Вот. Если он защищает свою землю, тогда другое дело. Защищает именно свою землю, которую пришли неправедно завоевать. Вот это да. Но когда человек берет оружие в руки и начинает у кого-то что-то отбирать, то, что ему не принадлежит, и отбирать не для того, чтобы справедливость какую-то, так сказать, сделать, да, а чтобы забрать себе. Вот сейчас вот уже в Украине просто прошла смена власти, и одни забрали власть у других. Все, больше ничего. Значит, поэтому вера, по поводу разумности веры, я думаю, что она не от разума, конечно, происходит, вера. Вера и верность, она не от разума происходит, а от души человеческой. Вот. И наша задача просто вот свою душу соединять с Творцом. То есть его жить, жить им, да. Вот, вот. Остальное, конечно, уже вторично. То есть человек может быть истинно верующим мусульманином и жить Творцом, да. То есть как бы жить принципами Творца и любовью Творца, самое главное. Вот я только, я недавно, у меня было, мне кажется, достаточно удачное такое выражение, что мы живем здесь для того, чтобы познать любовь Отца. Вот познать любовь Отца Небесного, если продолжить, да. То есть понять ее, ощутить. Но нам никогда не стать Отцом Небесным, да. Поэтому мы не знаем, что Он чувствует. Но мы можем стать Отцом обычным, человеческим. Родить сына или дочь, да, ребенка родить. И вот когда у меня родился сын, вот тогда я почувствовал, что такое любовь Отца. И чувствую эту любовь все время. И я думаю, что нечто, поскольку в Библии написано по образу и подобию своему, то есть стало быть, мы можем чувствовать то же самое, если мы созданы по образу и подобию Божьему, то мы можем чувствовать то же самое, что чувствует Бог. Стало быть, если я чувствую, переживаю отцовские чувства, но они абсолютно аналогичны тем же отцовским чувствам, которые чувствует Бог. Бог, Отец. Он переживает. Он может наказать. Но Он любит. Вот это принцип любви. Вот это самое главное. Потому что я со своим другом с одним разговаривал. Он говорит, ну это все поэзия. Я говорю, понимаешь, это не поэзия, это жизнь. То есть какая поэзия в том, то есть преувеличение, как бы, метафора, да? Метафора поэзии, поэтическая метафора. Вот. Он говорит, какая поэтическая метафора в том, что ты любишь своего сына? Бог точно так же любит, любит все сущее, все созданное им, любит точно так же отцовской любовью, переживательной любовью, сострадательной, переживательной любовью, да? Вот. Поэтому я считаю, что вера, это вот, ну, мне кажется, это вот это. Это воспитание любви. Или, как говорил Серафим Саровский, стяжание духа святого. Вот. Это уже, так сказать, православная традиция. А дальше уже что? Ну, да, вот, мы русские люди, у нас православие. нечего нам соваться всякие, во всякие там иноземные вещи, там, там, всякие протестантизмы, там, и прочее, прочее, это все. Они, тем более, совершенно не дотягивают до, до практического уровня православия, потому что нет института монашества. Нету передового отряда. Кто передовой отряд? Вот те, которые бабки собирают, там, с этой штукой ходят, что ли, по залу, или по телевизору вещают, и потом себе самолеты покупают. Ну, это передовой отряд, что ли? В православии передовой отряд, это отнюдь не патриарх, извините. Это мое личное мнение. Это святые люди наши, святоотеческое предание и святые отцы. Серафим Саровский, Сергей Радонежский, Матрона Московская, и поехали перечислять. Вот эти вот люди, это светоч, вот этот, для верующего православного человека. Вот. Уверен, что то же самое есть и в исламе. Вот. То же самое, скорее всего, есть в том же, в буддизме. Там, своих хватает. Ну, у них там своя концепция, там, у них не то, чтобы вера, там, это скорее наука. Вот. И соединять это все, это не наш, не наш уровень. Это не наш уровень, это он уровень, вот там, высоко где-то. Это он распоряжается. Поэтому на своем участке, вот я еще раз вот хочу повториться, на своем участке каждый должен, вот этот парень, чеченец, который, таксист, он верующий человек, он мусульманин, слава тебе Господи. Вот, молодец. Не делаешь зла. Хотя бы. Ну, просто молодец. В квадрате. Вот. А дальше там уже, как Бог даст. Добро сделать, это уже такое. Ну, хотя бы, не причиняй никому зла. Не обманывай, не убивай, не кради, не забирай ради своей собственного удовольствия, не притесняя никого. Вот, если бы эти принципы начали торжествовать, то тогда, конечно бы, легче было бы, так сказать, лишить власти, всяких власть придержащих, всякую финансовую олигархию. Легче было бы. И их ресурсов хватило бы на всех. Вот, взять, например, те деньги, которыми обладают все эти вот сильные мира всего, допустим, взять и запустить их все на какие-то благие процессы, на производство, да на все, вот все, пусть все остается, но только не надо обладать некими колоссальными сверхприбылями, да, пусть это немножко наивно звучит, то есть, допустим, как у Шарикова, да, отобрать и поделить, да, это не отобрать и поделить, тут должен другой принцип начать работать, принцип других ценностей, вот что имеется в виду, чтобы люди даже, и те, которые большие, там, с огромными деньгами, среди них ведь тоже попадаются люди, которые готовы для них благо отдать, что они заработали, такие есть люди, реально, может не все отдать, но очень значительную часть, потому что в этом же и противоречие, Христос же говорил, что легче верблюду войти в игольные уши, чем богатому Царствие Небесное, что ну как бы забот слишком много, и потом деньги дают определенную возможность для удовлетворения, удовлетворения любых физических потребностей, хотите себе гарем, да, пожалуйста, хочешь себе там наркоту, да, пожалуйста, бухло дорогое, пожалуйста, там, любые развлечения, кого-то притеснить, да, нечего делать, кого-то с дороги убрать, грохнуть кого-то, алло, сколько, 100 тысяч долларов, на тебе 100 тысяч долларов, и нет человека, то есть, поэтому там, это дьявольская сущность, с другой стороны, божественная сущность, чем ближе мы будем туда приближаться, к божественной сущности, к принципу любви, тем больше шансов у нас, чтобы на земле воцарился мир, хотя бы, для начала, хотя бы пусть это будет, пусть не убивают никого, невинные люди пусть не гибнут, вот это самое важное, на мой взгляд.